Аскафен-П является комбинированным средством, нестероидным, противовоспалительным, анальгизирующим, психостимулирующим. Показания. Применяется при болевом синдроме слабой и умеренной выраженности различного генеза, головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, артралгия, ольгодисминарея. Применяется при лихорадочном синдроме, при острых респираторных заболеваниях, гриппе. Способ применения и дозы. Препарат не следует принимать более 5 дней в качестве анальгизирующего лекарственного средства и более 3 дней жаропонижающего, без назначения и наблюдения врача. Принимается внутрь, во время или после еды, запивая достаточным количеством воды при приеме каждой дозы. При головной боли рекомендованная доза 1-2 таблетки. В случае сильной головной боли следующий прием через 4-6 часов. При мигрении рекомендованная доза 2 таблетки при появлении симптомов. При необходимости повторный прием через 4-6 часов. Для лечения головной боли и мигрени препарат принимают не более 4 дней. При болевом синдроме 1-2 таблетки. Суточная доза 3-4 таблетки. Максимальная суточная доза 8 таблеток. Курс лечения составляет от 3 до 5 дней. У пожилых пациентов, особенно при низкой массе тела, следует соблюдать осторожность. Противопоказания. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения. Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация. Пептическая язва в анамнезе. Тяжелая почечная или печеночная недостаточность. Геморрагические диатезы. Гипокоагуляция. Хирургические вмешательства, сопровождающиеся обильным кровотечением. Беременность. Период грудного вскармливания. Глоукома. Гиперчувствительность к компонентам препарата. Полное и неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипозу носа и околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестеродных противовоспалительных препаратов, в том числе в анамнезе. Детский возраст до 15 лет в качестве обезболивающего средства. При лихорадочном синдроме до 18 лет. Повышенная возбудимость. Нарушение сна. Органические заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе острый инфаркт миокарда, атеросклероз. Выраженная артериальная гипертензия. Портальная гипертензия. Хроническая сердечная недостаточность. Одновременный прием метатриксата. Более 15 мг в неделю. А витаминоз К. Гипопротеинемия. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата Аскафен-П противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания. Особое указание. Этот лекарственный препарат не следует принимать одновременно с лекарственными препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту или процетамол. Подобно другим средствам для лечения мигрени, до начала лечения предполагаемой мигрени у пациентов, которые ранее не выставлялся диагноз мигрень, или тем пациентам, у которых мигрень проявляется нетипичными симптомами, следует соблюдать осторожность, чтобы исключить другие потенциально серьезные неврологические расстройства. Если мигрень после приема первых двух таблеток препарата не купируется, необходимо обратиться за медицинской помощью. Препарат не следует применять, если в течение, по меньшей мере, последних трех месяцев у пациента возникало более 10 приступов головной боли в месяц. В этом случае следует заподозрить головную боль вследствие избыточного применения лекарств и отменить лечение. Кроме того, пациентам следует обратиться за медицинской помощью. Следует соблюдать осторожность у пациента с факторами риска дегидратации, например, с рвотой, диареей, или до или после крупной операции. В силу своих фармакодинамических свойств препарат может маскировать признаки и симптомы инфекции. Условия хранения и срок годности Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года Не использовать при стечении срока годности, указанного на упаковке.